Девушки отдыхают Изменить в судьбе осужденного парня что-либо женщина Теперь уже сказать трудно Ведь суд вынес пожизненный приговор И он отсидел 9 лет Здравствуйте, это говорит Украина Я Алексей Суханов По обе стороны экрана, те кому не все равно И тема нашей сегодняшней программы Пожизненно осужденный Внимание на экран В начале осени 2003 года тихий городок Воскресенск В Николаевской области затрагнулся В течение месяца было совершено Два жутких убийства Вера Крыштель и Валентина Грачева Были зверски избиты Женщины были немолоды, но их пытались изнасиловать По городку поползли слухи Что в окрестностях орудует извращенец-маньяк Оперативники на удивление Быстро распределы, но история на этом Не закончилась Сегодня у нас в студии ток-шоу Говорит Украина Мать и сестра Николая Сливодского Парня, которому суд вынес Пожизненный приговор За эти преступления Встречайте, пожалуйста, Светлана И Анна Сливодские Скажите, вы уверены, что ваш сын и ваш брат осужден совершенно незаконно И на него повесили чужое преступление? Да, он незаконно осужденный Сыновь 22 года Никогда ни с кем не бился Никогда ничего не было в него Ну как? Ну не поганый хлопец был Почему, как вы считаете, именно Николай стал пострадавшим в этой истории? Оказался не в нужный момент, не в нужное время, там, где не надо было А в прокуратуру обращались? Обращалась в прокуратуру А прокуратура дала ответ, что вы неправильно осудили Не только следствие и не только суд абсолютно уверены в том, что эти преступления совершил тогда 22-летний юноша В этом не сомневаются и дети убитых женщин У погибших остались сыновья Сегодня они тоже здесь Пожалуйста, встречайте Дмитрий Грачев, а также Юрий и Вадим Кыштель Ребят, сколько вам было лет, когда вы остались без своих матерей? Мне было 22 года Мне 23 было Потеря очень страшна Не тогда, когда происходит похорон А именно потом, когда уже осознаешь, что человека-то нету Вы все знали Николая? Нет, я знал Николая, мы учились с ним в одной школе И как вы отреагировали на то, когда узнали, что Николая признали виновным? Я считаю, что человека закрыли Если закрыли, значит заслужены По мнению следователя, Николай неожиданно напал на жертву Раскраивал череп, в первом случае камнем Во втором железным брусом После грабил и пытался насиловать Правда, безуспешно, как утверждают следователи Потому что он был пьян Иными словами, перед нами сейчас, в принципе, портрет такого психопата и маньяка Может ли, в принципе, человек такой тихий, спокойный Таить в себе вот эти вот какие-то наклонности А потом начать резать, убивать, насиловать Такое бывает, речь идет сейчас о конкретном случае Если вы задаете вопрос, бывает ли такое в природе? Да, конечно Конечно, бывает Андрей Роман Чикатило был учителем, членом компартии В этот момент параллельно он еще что-то совершал То есть в природе такие случаи бывают Скажите, пожалуйста, ваш сын состоял где-нибудь на учете в милиции? Нет, нет, нет Анечка, скажите, вы когда Николая арестовали, задержали Вы ведь были совсем ребенком? Да Сколько вам было лет? Десять, один, двенадцать Двенадцать лет, значит, тем не менее вы помните своего брата Ну, конечно Вот как бы вы его сейчас охарактеризовали нам? Ну, мой брат всегда мне помогал Всегда мне на тезис гулять брал Ходил с ним на речку вместе Ну, везде всегда меня брал Там маленькая была, помню, заплетала у меня всегда Не было такого, что обижал Родные, конечно, могут обелять сейчас Николая И выгораживать его Но мы попросили и людей, которые близко с ним были знакомы Людей из его окружения Они тоже ничего плохого про него сказать не могли Внимание на экран Я с ним работала Я работала охранником на тракторной бригаде Он на тракторной бригаде работал Он никогда не повесил слово Он хороший был семьянин Любил технику, когда надо было и до ночи работать Никто, наверное, с людей не верил в это Чтобы молодая людина, какие дети женились Какая маленькая была дочка И чтобы сделать такую беду, это несовместимо Это правда, что обвинение во время процесса представило Николая таким аморальным человеком, который не работал и сильно пил Я вам расскажу историю Было это 3 ноября Его, ну там у нас получается женщину побили на улице Ну дочки, когда вона вызвала милицию, когда маму побили Ну спрашивают милиция, кто у вас там был Вона каже, був Слевоцкий Пожалуйста, сделай так, чтобы он до тебя пришел Вон приходит, вона пошла до соседки, позвонила Вы приехали, опера за руки повязали У нас там есть скотобойня Его за ту скотобойню вывезли Действительно, у вас есть подтверждение этому? То есть вы настаиваете, что из Николая все-таки выберете признательные показания? Да Давление во время следствия действительно оказывалось И вот насколько я понимаю Дим, вы наверное подтвердите это Давление оказывалось и на свидетелей Вы об этом нам говорили Расскажите поподробнее, о чем идет речь В двух словах, скажем так, когда был апелляционный суд в Николаеве Я не буду говорить кто, но с вашей стороны ко мне подъезжал человек Прекрасно знаете Предлагал уладить дело И чтобы я больше не появлялся на апелляционный суд в заседании Я ему ответил, что этого не будет А вы можете назвать фамилию? Я не хочу ее называть Ты скажи, ты скажи, ты скажи Валера Молодой человек, дело в том, что вы только что сделали заявление, которое по закону наказывается То есть давление на свидетелей уголовно наказуемое Я понимаю Можно я теперь выскажу Любой здравоместящий человек, который понимает, что на него вешается два убийства Это по-любому пожизненно Он будет держаться до последнего Пусть меня будут как хочешь выбивать Если это я не делал Если я этого не делал Меня этого и не выбьют Это все Это тупик Уважаемый Уважаемый Если б тогда так было Одну секундочку Уважаемый Я являюсь членом комиссии противодействия пыткам при президенте Украины Я знаю разные методы пыток Можно признаться Не в двух, а в трех и пяти преступлениях Можно признаться в чем хотите Тяжкое убийство Поверьте мне и моему опыту Поэтому говорить о том, что человек будет до конца держаться Не будет признавать свою вину Вы не правы Давайте сейчас обратим внимание на экран, друзья Что говорит следователь Он открытый Он общался Спокойно, легко Мне с ним было легко работать Он мне расскажет Я это проверю Он это расскажет Я проверю, соберу Хладнокровный, спокойный Легкий, весел Он заслужил пожизненное? Да, ну да Такую меру наказания, как пожизненное Заслужил, как раз Нишение свободы Я думаю А это не третий друг случайно, не? Мой друг Если бы у него были какие-то сомнения Нет? Ну, вроде все, друзья Конечно Значит, Ольга, кто Как вы считаете Кто все-таки сейчас лукавит? Или следователь, который утверждает Что Николай С Николаем работать благодать Потому что он сам все рассказал Или же родные, которые говорят Что из Николая выбили показания Звичайно, люди, которые потеряли своих родных Они будут думать, что Что мают перед собой вбивцу Бо им не запропонували Инший вариант Если человек попадает в суд Она уже известно не может выйти невиноватою Треба тоди визнати, что вона не винувата Заплатите ей гроши И найти иншого А чтобы найти иншого Треба инше следство Почему сразу не оправдали Почему сразу не оправдали Последний взгляд Давайте сейчас поясним Значит, отчим Николая Он работал руководителем МРЭО То есть такая должность весьма влиятельная Отчим Николая У нас в городе не последний человек И он бы его, как говорится, отмазал Потому что все прекрасно понимают Что за... Отмазал Если есть вариант